Привет, друзья! Итак, ГЛЕ добрался в Украину. Вон там стоит первая машина, которую доставили сюда самолетом. И вот-вот они начнут появляться в салонах. Продажи начались. Да, мы уже снимали подробный тест в Штатах. Если интересно, обязательно посмотрите. Там раскрыли массу интересных моментов. И, конечно, скоро мы снимем о ней что почем. Но почему я сейчас снимаю это видео вот так вот с пылу, с жару, с пеху, в селфи виде? Потому что я знаю, что многие из вас сейчас на финальной стадии принятия решения уже по покупке кроссовера в этом классе. И есть много вопросов. Особенно вопросы к тому, есть ли машины в наличии, когда они будут, какие двигатели к нам приехали. Потому что до последнего момента, несмотря на то, что с января уже или с февраля принимаются заказы на эту машину, до сих пор не все понимают, какие есть моторы. И некоторые из них открылись только недавно. Итак, сейчас мы посмотрим на живую машину, которая добралась в Украину. И посмотрим на цены, на прайсе, которые уже, в общем-то, актуальны. Плюс сейчас найдем менеджера Романа, с которым вы уже по что почем знакомы. И он нам что-то расскажет более детально по этой тачке. Значит, напомню сразу, что у нас есть с моторами. Давайте глянем. 300-й дизель был доступен сразу же с момента открытия модели в конфигураторе в Украине. И как раз на него больше всего заказов попало, потому что других моторов не было. 55 тысяч евро, старт цены, это уже сумма с налогами. Появился 350-й дизель, 400-й и 450-й бензин. Как раз это та машина, которая там стоит. Плюс, смотрите, вот эти вот все 50, 580, 63, 63, это все фантазии. Потому что, вы видите, даже 50-го же не будет, а МГ будет 53-й. То есть, это пока то, что возможно будет позже. Мы пока говорим о вот этих четырех моторах. Итак, я знаю, что многие из вас уже заказали, не глядя, 300-й дизель. И кто-то из вас, может быть, даже уже расстроился, потому что появился 350-й, а 300-й, как вы знаете, это 2 литра. Я спешу вас успокоить. Как вы знаете, я езжу на 250-м дизеле, это 2,2 мотор. И есть к нему вопросы. Вот есть один нюанс. Даже вопрос не в динамике. С динамикой у меня, как бы, мне достаточно, да, на своей машине такого разгона, там, 8,8 до сотки. А вот к вибрации я, честно говоря, не могу привыкнуть. То есть, вот на холостых он вибрирует, при разгоне чуть вибрирует. Думал, привыкну, но из-за того, что часто пересаживаюсь на тестовые машины бензиновые, даже самые такие простенькие. Потом сажусь обратно в Мерс, и вот он мне все-таки тракторит немножко. И, наверное, это будет главный аргумент в пользу замены моей машины на вот эту, если все сейчас срастется с рынком и с ценами. Но, к чему я это все говорю? Значит, новый 2-литровый дизель, меньше в объеме, но если вы смотрели тест, вы видели, что с ним как раз все окей. Во-первых, он быстрее по реальным замерам, чем 250-й где-то на секунду. Во-вторых, там практически нет уже этих вибраций. Практически нет. То есть, если к 250-му еще были какие-то вопросы, ну, у кого-то были, потому что другие, вот как я, например, брали, не переживая его, то к 300-му вопросов уже нет. Он экономный, он достаточно динамичный, большинству из вас, я думаю, его хватит. Вот, и он недорогой. Хотя, опять же, налог у нас сейчас отменился, да, повышенный на 3-литровый дизель. Соответственно, 350-й Д, это как раз уже 3-литровый рядный дизель, стоит всего лишь на 3-200 евро дороже. Если вы заказываете машину сейчас, я бы вам советовал смотреть именно на него. 400-й дизель, это не 4-литра и не V8, это тоже 3-литра, и он просто дораскачан. Но, зная вот эти вот сейчас эко-стандарты, зная о том, что машины облегчают, двигатели облегчают, я бы, честно говоря, не советовал смотреть именно на этот мотор, потому что лошадок там что-то многовато, да, для этого объема. Вот 350-й, это и так будет ракета. Тем более, если вам нужна ракета, то есть смысл там уже ждать 53-й. Что касается 450-го, это 3-литровый бензин, мотор, который мы уже тестировали на CLS, он едет, он очень динамичный. Но более важно, что он тихий, плавный и тоже, опять же, это не ракета, мотор не орет, он не рвет с места. Почему? Потому что оставили немаленький, ну, как бы, запас, да, для 53-го, который должен быть круче во всем. Соответственно, 450-й это просто, скажем, очень быстрый бензиновый мотор без перебора. Что еще интересно по базовой комплектации? Несмотря на то, что цены сейчас базовые чуть-чуть выше, чем были на предыдущие поколения, надо понимать, что здесь в базе уже куча всего есть. Значит, смотрите, камера заднего вида, оконные подушки безопасности, передняя подушка, коленная подушка, MBUX, то есть вот эта вот мультимедийка с огромными экранами, она там есть в базе. Навигация на жестком диске в базе. Светодиодные фары High Performance, то есть это еще не Multi Beam, но Multi Beam, кстати, уже теперь тоже в GLE доступен. Открывание багажника автоматическое, ну и, в общем-то, мультиколесо. Остальные опции, я вот посмотрел, в общем-то, они вполне за вменяемые деньги, да. То есть, что интересно, машина, несмотря на мои ожидания, в принципе, в вполне вменяемых таких ценовых рамках, почему вот она меня сейчас как раз очень интересует, я думал, что ее подтянут туда выше, под Q8, да, под X5 новый, но не исключено, что GLE будет чуть доступнее, как минимум, за счет того, что он сразу же зашел с вот этими 300-ми версиями подешевле. Я прикидывал, живые машины, то есть уже совсем, что мне нужно, и даже чуть больше, то есть все-таки уже с улучшенной акустикой, аудиосистемой, я имею в виду, где-то тянут под 70 евро. То есть за 65 уже не стыдная машина, 70 уже все, что надо практически, ну, до 80 это будет уже люкс, такой вот хороший с 450-м бензином, да, ну, хотя, видите, дизель 400-й стоит дороже на 3000 евро. Итак, вот это первая тачка, можно сказать, вот это, а вот это Рома. Уже видели, да. Да, значит, Ром, давай глянем, что у нас интересного пришло к нам, кроме дисков, сразу начну с дисков, смотрите. Я Роме чуть не проспорил пиво, и не проспорил только потому, что... Что ты тебя спорил? Не, мы просто не спорили на пиво, но я проспорил, да, со стороны, я был уверен, что это не могут быть 20-й диски. Подержь, смотрите, оказывается, это 20-й диск, просто новой формы, который, типа, экономит топливо за счет аэродинамики. И форма AMG-шная та же, но добавилась вот эта пластина, закрывающая ниппель. И все это выглядит не очень прикольно. В Штатах мы такого не видели, и вам совет, если будете заказывать, во-первых, можете смело брать 20-й диаметр, потому что подушка здесь, шины просто огромные. 275, 50 R20, но это чуть ли не внедорожный уже вариант, да, но диск выглядит, ну, максимум 19-м, поэтому либо смотрите другую форму. Да, но я думаю, Ром, рисунки еще другие будут же. В 20-м для AMG нет, только 21-й или 22-й. Вот это AMG у нас обвес. Вот это 20-й стандартный, да, вот AMG-обвес, спереди мы видим брелятковую решетку, AMG-бампер, специальные аэродинамические вот такие штуки на бампере, и 20-е стандартные диски AMG. Так, а что у нас это вообще за комплектация? Это машина с двигателем 450, бензиновый рядный мотор, с цилиндром, 350. Да, ну, про моторы мы знаем, я имею в виду просто по самой комплектации. Это решетка AMG добавлено, то есть внешний AMG-пакет. Внешний AMG-пакет, а внутренний не AMG. Снаружи топовые пары мультибим. Смотри, здесь синие полосочки, но это не лазер, правильно? Это просто мультибим. Нет, это мультибим именно с светодиодами. Так, хорошо, значит, давай посмотрим. Подножки у нас, в принципе, ничего нового и интересного. Так, 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 сзади у нас что? Слушай, это AMG, да, вариант? Ну, это заглушечка. Хром здесь, две трубы. Светоотражатели, невидимые пазлы. Слушай, трубы, да, нечестные, короче. Так, электропривод в базе. В базе. Третьего ряда у нас не будет, да? Третьего ряда в этой комплектации нет, но опционально можно будет заказать. Докатка будет в базе? Докатка в базе, но там надо выбирать какая. Может быть, три варианта колеса, да. Три варианта колеса и все опционально. Если есть третий ряд, то докатки нет. Хорошо, я уже вижу отсюда, что это не максимальный задний ряд. Давай сядем внутрь? Да. Если помните, в тесте мы показывали, что у ГЛЕ появились регулируемые задние спинки. Но, опять же, если вы сомневаетесь, я бы вам не советовал их брать, потому что они больше рассчитаны на то, чтобы увеличить багажник. Потому что заднее крайнее положение задней спинки, оно, в общем-то, и есть нормальным. Соответственно, вряд ли вы будете пользоваться электроприводами. Вот так вот выглядят новые клавиши регулировки сидений. Так, ну что у нас здесь? Подсветка, я так понимаю, это все опция, да? Подсветка, опция, филетовое дерево. Мониторы будут в базе. Вот это MBUX, эти огромные мониторы. Руль в базе будет кожаным. Так, здесь деревянные вставки из матового дерева. Кожа, вот это что у нас, с курзаном или это кожа? Это у нас натуральная кожа, присутствует подогрев и вентиляция. Вот здесь, да. Так же все обшито. Пром, сколько стоит эта машина сейчас, подкидываю? Машина такого уровня комплектации будет стоить порядка 85-87 тысяч евро. Ага, ну это вроде как и не топ, но с другой стороны, смотри, вентиляция уже есть. Натуральная кожа, вентиляция. А, пневматика? Пневматика. 20-е диски, AMG пакет? AMG пакет, фары, топовая. Музыка. Ага, ну то есть приблизительно, значит не 80, а все-таки где-то 85, полный фул уже, да, такой? Ну опять же, не полный, да, не полный? Не полный, не полный. Я просчитывал машину максимальной, и она получалась где-то 100. Так, давай притушим. С 450 двигателем у меня получилась машина с подогревового стекла. Это ты просто запихнул туда все, что было? Еще не все, что было. Очень хорошая панорама, задний ряд с электрорегулировкой, задний климат, задние подогревы, задние шторки, фаркоп, цвет белый диамант, подогревового стекла, проекция. Ну видишь, а я посчитал, что в моем понимании топ это 80, но за 70 я уже был, видел нормальную машину. У нас с тобой просто разное понимание топа. Да, я смотрю со стороны конфигуратора. Так, главный вопрос, смотри, я сейчас бежать заказывать машину, когда она будет? И это независимо от двигателя? Это зависимо от опций. Есть опции, которые... Что сейчас проблемное по опциям уже? По опциям надо уточнять по E-Active Body Control. Ну, слушай, если вы вменяемый человек, то, наверное, вы не согласитесь 12 тысяч евро за нее заплатить, за рэперскую подвеску. Ну, может быть. В основном все доступно. То есть, если E-Active, то, в общем-то, все есть. И еще раз, когда она будет? Июль. Ну, то есть, но если чуть-чуть подождать, это будет уже там август-сентябрь, или там очередь уже копится? Нет, в очереди пока что нет. Так, хорошая распродана первая партия, поэтому майское производство... Прям когда машина будет тестовая в салоне? Это в средине мая ориентировочно. А вот эта тачка, куда выезжает? Эта тачка по дилерам для демонстрации. Так, то есть, надо еще чуть-чуть подождать. Но с наличием не будет вопросов, да? Пока не планируется. А, квот достаточно. Сколько приблизительно машин должно к нам приехать? Ну, Валерий Михайлович, это что, это пятая часть, первая партия. А первая часть 200 машин, значит, около тысячи автомобилей. Так, ну давай последняя, я еще сяду за руль, напомню, сколько там места. Кстати, ты слышишь, что он занимался? Это Игорь Заводиев. Не слышал. Снаружи там уже? Да, ну без выбора. Ну, здесь же мягкий гибрид. Да? Да, нахуй багажник. А, ключ. Включание. Ключ с первого. Игорь, дай ключик, пожалуйста. Новый ключик, мы такую целость уже видели. Так, слушаем. Ну, что-то мягко шатнуло, как будто рядом проехал Матисс. Уже нет вот этого старта, такого острого. Да, давай музыку выключим, это нас сейчас забанит. Так, ну вот, по ногам где-то так я сел. Что важно, опять же, как я уже говорил, ГЛЕ из такой вот компактной машины, которой были вопросы у людей моего роста и выше, превратился, в общем-то, в нормальную пацанскую, за счет того, что здесь удлиняется сидуха. Ну, опять же, это же топовые сидения, да, то есть за них еще надо доплатить, но удлинение тут очень такое приличное. Похоже, пневматическое, кстати. И что интересно, вот здесь вот, опять же, сидеть мне нормально. В моем ГЛЕ у меня с этим есть немножко вопросы. Ну и плюс добавилось место в зале. То есть если я вот так вот удобно здесь сел. Метр восемьдесят пять у меня. И ты там сидишь, да? Давай поменяемся. Даже больше. Ролл, а что с акустикой в базе? В базе стандартная акустика Mercedes. Здесь Burmister, по-моему. Burmister это топ? Да. Ну, вот здесь сантиметров на пять-семь больше места так на глаз, чем в предыдущем ГЛЕ. Кстати, здесь нету климата за 85. Здесь есть только задние подогревы. Слушай, так все-таки, может быть, за 70 не получится машине собрать жилой нормально? Получится. Просто надо понимать, что есть опции, которые там глобально повышают стоимость. По стамбе пакет повышает, фары повышают 1100 евро Burmister, обивка, вентиляция, подогрев. Если нужна вентиляция, можно обойтись с искусственной кожей, такой же оттенка и получить просто подогрев. Вот, как-то так. Короче, в мае можно будет уже машины катать, сейчас можно делать предзаказ. Я подытоживаю. В принципе, вполне можно брать 300 дизель, но я рекомендую 350, все-таки не рекомендую 400 пока что. Ну, а бензин, бензин сколько будет удержать? 15-20? Если смотреть на CLS с таким же двигателем, то там очень вменяемый расход. Когда CLS вернулся с теста, там на щитке было 12,9. Нет, ну, был один из тестов, 12,9. Ну, вот. Короче, как-то так. Смотрите, решайте, определяйтесь. Я тоже определяюсь, и вы там еще напишите в комментариях, что вы думаете, насколько адекватно менять предыдущую машину с маленьким пробегом на эту. Спасибо. Спасибо. Спасибо.